МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. А это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Доступная защита от вируса. Почти 25 тысяч юных жителей Приморья смогут в этом году сделать бесплатную прививку от пневмококовой инфекции. В таком объеме деньги выделены впервые. И поэтому в данный момент мы начинаем закупочные процедуры и своевременно начнем прививочную кампанию. День открытых лабораторий. В День российской науки съемочная группа Восьмого канала вместе со школьниками побывала в двух институтах ДВО РАН. О том, как День науки проходит во Владивостоке, расскажу я, Анна Бережная. Золото Российской империи. Оружие и украшения. В Приморском музее имени Арсеньева открылась выставка, посвященная кладам, тайникам и схронам. Большинство кладов, которые у нас здесь представлены на выставке, это связано со смутными временами. Также выпуски. Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в школах и детских садах Владивостока. И еще расскажем. Учителей, школ и воспитателей детских садов в Краевого центра переводят на новую систему оплаты труда. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. 220 образовательных учреждений Владивостока вновь проверят на соблюдение всех требований пожарной безопасности. Специалисты Управления образования ежедневно выезжают с внеплановыми проверками. Особое внимание уделяют эвакуационным путям, запасным выходам, первичным средствам пожаротушения, а также работе звуковых систем оповещения и автоматических пожарных сигнализаций. Накануне специалисты проверили пожарную безопасность в 6-й и 39-й школах города. Проверка показала, замков на эвакуационных выходах нет, все запасные выходы находятся в свободном доступе. Также стоит отметить, что во всех школах и детских садах Владивостока ведется работа с самими детьми. Квесты, тренировочные эвакуации, семинары и многое другое организовывают педагоги, чтобы научить своих воспитанников не паниковать и точно знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Напомним, что все образовательные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, но в некоторых подходит к завершению срок их эксплуатации, поэтому их оперативно меняют. В прошлом году в 36 школах и детских садах проведен ремонт противопожарных гидрантов. В 7 школах, в 19 детских садах и одном учреждении дополнительного образования заменены противопожарные двери. В 9 детсадах организованы дополнительные эвакуационные выходы. В 12 школах и 11 садах установлены новые автоматические пожарные сигнализации. Доработать механизм приобретения жилья для детей-сирот, среди которых своих квартир ожидают 7,5 тысяч человек, такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяка в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти региона. С 1 января муниципальные образования могут сами проводить торги, определять помещения, которые должны быть благоустроены, и удовлетворять ребят, которые будут в них жить. Напомним, по данным Краевого департамента образования и науки, в первом полугодии в Приморье планируется закупить 545 жилых помещений для детей-сирот. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов для детей-сирот в Лесозаводске. В этом году мы выделили более миллиарда рублей на обеспечение жильем для детей-сирот. Передали эти полномочия на муниципальный уровень вместе с денежными средствами, предоставив возможность самим проводить торги, определять эти помещения, которые должны быть благоустроены, должны удовлетворять в первую очередь тех ребят, которые придут в эти квартиры. И сейчас уже объявлены конкурсные процедуры в ряде муниципальных образований. За февраль будут объявлены во всех муниципальных образованиях конкурсные процедуры на приобретение этого жилья. Сейчас департаменту образования необходимо доработать с тем, чтобы сделать эту схему гибче. После освоения этой денежной суммы, первый год у нас экспериментальный, ну такое, скажем, мы в состоянии добавить дополнительные деньги. Если в этом году основная задача – это все-таки приобретать готовое жилье, то уже в этом году нужно думать, как на 2020 год начинать в том числе и строить это жилье с теми условиями, которые необходимы, с тем, чтобы не было полностью заселенный дом. Но у нас есть все меры для того, чтобы мы могли в этот дом расселять и ветхое аварийное жилье, и детей-сирот, и другие категории. Поэтому я думаю, что уже сегодня многие муниципалитеты задумываются о том, как они будут реализовать эту программу в 2020-2021 году и в последующих годах. И уже будут, наверное, закладывать какие-либо площадки, и мы будем выделять деньги уже непосредственно и на строительство. В текущем году в больнице и поликлинике по всему краю приобретут высокотехнологичное медицинское оборудование на 1 миллиард рублей. Половина суммы – это средства, выделенные из федерального бюджета. Еще 500 миллионов рублей на эти цели направлены из краевого бюджета. Кроме того, дополнительные средства предусмотрены и для реализации национального проекта здравоохранения. Только на детские медицинские учреждения «Приморье» в его рамках выделено более 150 миллионов рублей. Отметим, что одним из учреждений, которое попало в программу «И куда поступит новое оборудование» стала Владивостокская детская поликлиника номер 2. Это цифровой рентген, электрокардиограф, система для лоросмотра и другая современная медицинская техника. Глава региона также поручил передать учреждению дополнительный транспорт для участковой помощи маленьким пациентам, а именно 4 санитарные машины, а также рассмотреть возможность капитального ремонта здания. Дополнительно оснастят и Владивостокскую поликлинику номер 1. Будут приобретены эндоскопическая стойка, новый флюорограф, рентгенаппарат, а также второй аппарат УЗИ, который, безусловно, расширит возможности поликлиники и охват населения. Есть необходимость поставить флюорограф на Русский остров, где также проживает достаточно большое количество населения. Самым распространенным заболеванием дыхательных путей в Приморье на сегодня является пневмония. А самые тяжелые пневмококковые инфекции обычно диагностируют у детей до 5 лет и среди людей старше 65 лет. Рост заболеваний дыхательной системы традиционно отмечается в осенний-зимний период. Наибольшее количество заболевших отмечается в городах Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсенев и Дальнегорск. Чтобы не допустить вспышек настоящих эпидемий, власти края планируют привить от пневмококковой инфекции более 75 тысяч приморцев. Светлана Садовая расскажет, как уберечь легкие. Данилу всего 5,5 месяцев. Все прививки малышу родители ставят строго по календарю. В Краевом центре вакцинопрофилактики ребенка уже второй раз прививают от пневмококковой инфекции. После прививки, да, там нужно посмотреть, если температура, и пару дней не мыть вместо укола. Такие прививки в этом году в Приморье бесплатно сделают почти 25 тысячам детей. Из краевого бюджета на закупку вакцины выделили 90 миллионов рублей. Такой объем регионального финансирования был выделен на прививочную компанию от пневмококка впервые. На бесплатные прививки могут рассчитывать все маленькие приморцы до двух лет, а также ребята до 18 лет с бронхолегочными патологиями, входящие в группу риска. Мы выделили в этом году большую, довольно значимую сумму на закупку пневмококковой вакцины. Вот это прививочная, и она особенно важна для детей. Она повышает иммунитет, сопротивляемость к различным видам заболевания, в том числе гриппа. Поэтому сейчас она должна быть доведена до лечебных учреждений и проведена большая работа. Это импортный препарат, поэтому, безусловно, по показателям он снижает порог заболеваемости, повышает иммунную систему для детей по тем субъектам, где она активно применяется. Мы видим, что нет вспышек инфекционных заболеваний, поэтому это очень важно работу организовать. И сейчас наш департамент здравоохранения вместе с лечебными учреждениями будет эту работу проводить и будет еженедельно отчитываться о вакцинации населения, особенно детского. Пневмония сегодня – самое распространенное заболевание дыхательных путей в Приморье. Меры по увеличению расходов на вакцинацию населения из краевого бюджета приняли, чтобы избежать вспышек настоящих эпидемий. В таком объеме деньги выделены впервые, поэтому в данный момент мы начинаем закупочные процедуры и своевременно начнем прививочную кампанию. И, как поручил Олег Николаевич, мы сделаем максимальный упор именно на детей. Заболеваемость вне больничными пневмониями регистрируется на всех территориях Приморского края. Наибольшее количество заболевших отмечается во Владивостоке на Ходке, Уссурийске, Арсении, Ведельногорске. У таких заболеваний преимущественно бактериальная этиология, то есть вылечить их можно только с помощью антибиотиков. Вакцина защищает от заболеваний пневмококковой этиологии, такие как пневмококковые атиты, синуситы, пневмонии, бронхиты. То есть это вся патология лор-органов верхних и нижних дыхательных путей. Бесплатные прививки против пневмококковой инфекции делают также взрослым, которые входят в группу риска из-за бронхолегочных патологий, а также пенсионерам, которые проживают в пансионатах и домах престарелых. Врачи советуют не пренебрегать вакциной. Она считается главной профилактикой болезни. Эффективность иммунизации, как отмечают специалисты, составляет почти 99%. 13-ти валентная конъюнгированная вакцина подразумевает под собой, если это дети идут у нас старше двух лет, однократное введение пожизненно, то есть ревакцинация на данный момент не требуется. Если это детки идут первого года жизни, то есть у них схема идет, две прививки они должны получить до года и ревакцинацию на втором году жизни. И также пожизненно. Вместе с этим пульмонологи Приморья говорят о еще одной угрозе легким приморцев. И здесь уже прививки не помогут. Во Владивостоке стремительно молодеет хроническая обструктивная болезнь легких. За последние пять лет количество пациентов отделения пульмонологии Владивостокской клинической больницы номер 4 выросло на 50%. Таким образом, по числу госпитализированных Хоббл уверенно вытеснила с третьего места бронхиальную астму. В нашем отделении обследуются и получают терапию пациенты с бронхолегочной патологией. Преимущественно это пневмонии, но за последние пять лет вышли на третье место хроническая обструктивная болезнь легких и точно так же бронхиальная астма, плюс сочетание этих заболеваний. Потому что хроническая обструктивная болезнь легких отягощает течение любого заболевания, в том числе и пневмонии. Симптомами Хоббл являются постоянный кашель, одышка, увеличение количества мокроты, гнойность. Диагноз подтверждают специалисты с помощью спирографии. Обычная флюорография здесь не помощник. Необходимое оборудование есть во Владивостокской клинической больнице номер 4. Она обслуживает Первомайские и Ленинские районы по полису обязательного медицинского страхования, но готова принять и граждан из других районов Владивостока. Как правило, в наше отделение пациенты попадают в крайне тяжелом состоянии, когда отчетливо выражена дыхательная недостаточность, она проявляется. Кобыл вообще – это прогрессирующее заболевание. Полностью излечиться от него невозможно. По словам специалистов, сильно осложняет течение легочных болезней курения, и не только крепких, но и легких сигарет. Облегченные сигареты проходят специальную обработку, и их дым проходит глубже в легочную систему. Напомним, рост заболеваний дыхательной системы традиционно отмечается в осенне-зимний период. Самые тяжелые пневмококковые инфекции обычно диагностируют у детей до 5 лет и среди людей старше 65 лет. В январе от пневмонии в Приморье скончались 5 человек. Светлана Садовая, Екатерина Матвеева, Станислав Лазебный, Алексей Заровный. Новости на восьмом. 8 февраля страна отмечает День российской науки. Сегодня перед российскими учеными поставлена задача войти в топ-5 стран, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития. По отдельным направлениям Россия в пятерку лидеров пробилась еще в 2017 году. Это органическая химия, общая математика, ряд общественно-гуманитарных наук. В числе задач национального проекта наука создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня и передовой инфраструктуры для исследований. Все ведущие научные организации должны получить оборудование, приборы самого нового поколения, приборная база в целом должна обновиться на 50%. Приоритетом государства названа поддержка талантливых и молодых ученых, развитие перспективных отраслей науки. В Приморском крае сосредоточен высокий научный и технологический потенциал, призванный содействовать укреплению Дальнего Востока и страны в целом. Всего в регионе расположены более 20 учреждений науки, а также 11 отраслевых научных организаций. Только в ДВО РАН трудится около 7 тысяч человек, среди которых 3 тысячи научных сотрудников. К слову, хорошей традицией приморских ученых стало проведение в честь Дня науки специальных экскурсий по институтам для школьников Приморья. Такая инициатива получила название «День открытых лабораторий». Ребята могут узнать много нового не только о достижениях и исследованиях научных работников региона, но и много интересного о своей малой родине. Для учеников готовят увлекательные мастер-классы, лекции, а также уникальные опыты. Вместе со школьниками в двух институтах ДВО РАН побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анна Бережная. Сапфиры, аметисты, топазы, изумруды. Этими известными, пожалуй, каждому драгоценными экспонатами хочется любоваться снова и снова. Но самое интересное впереди. В уникальной коллекции Дальневосточного геологического института около тысячи образцов минералов. В День науки экскурсию для школьников проводят сами геологи. В 88-м году, уже про прошлого века, и в первые лет узнали, что это новый минерал. Он был подтвержден как новый минерал по всем законам. Но больше с тех пор ни разу, ни в одном месте земного шара этот минерал больше нигде не обнаружен. Как рождаются драгоценные камни? Есть ли у них синтетические аналоги и как их различить? На эти и другие вопросы в гемологии и науке о самоцветах может ответить Вера Пахомова. По ее словам, эта область знаний особенно интересна своей красотой. То есть одно дело, ты ищешь о руду. Она не такая эстетичная, как драгоценные камни. Еще одна причина развития этого направления в геологии дальневосточной – это то, что именно в Приморском крае есть месторождение сапфиров незаметненское, единственное в России. Месторождение известно уже давно, однако изучалось лишь с целью добычи золота или вольфрама, в которых нуждалась страна. На сапфиры же внимания никто не обращал. В России их не добывают и по сей день. Виной всему несовершенство законодательства в России. Для того, чтобы заниматься этими камнями, необходимо иметь не только дипломы экспертов-гемологов, но и разрешение. Разрешение оформляется только в Москве. Это все очень сложно законодательно. Приморье богато и благородными опалами, топазами и изумрудами, аквамаринами и кварцами. А в половине залов ВДНХ представлены дальнегорские самоцветы. Именно они ценятся на мировых коллекционных рынках. Термин полудрагоценный сейчас нигде в мире не используется. Он из старых классификаций. Потому что вообще-то во всем мире драгоценный камень, все договорились, что он начинается с 10 тысяч долларов за карат. А полудрагоценный, ну тогда давайте будем разделять их на четверть драгоценных, одна восьмая драгоценная. Красоту и ценность приморских самоцветов оценили и школьники. Многие из камней до посещения экскурсии они видели лишь после огранки. Очень много разных камней интересных. Допустим, малахит приморский очень интересный, мне понравился. Состав у них очень интересный тоже. Вообще, я люблю ювелирные украшения. Еще мне понравился также из Уругвая купленный аметист. Очень красивый. Также понравились шахматы из минералов. Они очень классные. Я хотел бы им поиграть. А тем временем экскурсии для школьников проходили и в соседнем институте – Федеральном научном центре биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии. Этот микроскоп единственный на Дальнем Востоке. У него очень широкий спектр действия. Например, его используют с целью изучения и, соответственно, лечения онкологических заболеваний. Электронный сканирующий микроскоп с большим разрешением до 20 нанометров ученики сразу нескольких школ Владивостока увидели в работе. А более привычной моделью прибора научные сотрудники школьникам разрешили воспользоваться самостоятельно. Ребята посетили сразу несколько лабораторий, где каждый нашел для себя что-то новое и интересное. Меня очень удивила вся аппаратура, все то, что тут изучается. Вот это все очень интересно. Для меня это правда было что-то открывательное. Мы сейчас проходили по биологии, и это дополняло мои знания. Созданные учеными Дальнего Востока разработки активно применяются в абсолютно разных сферах от медицины до сельского хозяйства. Их достижения в науке используют также при экологическом мониторинге и предупреждении чрезвычайных ситуаций. А среди ребят, которые побывали на дне открытых лабораторий, наверняка есть те, кто будет развивать приморскую науку в ближайшем будущем. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой учителей школы-воспитателей детских садов Владивостока переводят на новую систему оплаты труда. На Русском острове на неопределенный срок закрыта Ворошиловская батарея. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Учителей школы-воспитателей детских садов Владивостока переводят на новую систему оплаты труда. На Русском острове на неопределенный срок закрыта Ворошиловская батарея. Учителей школы-воспитателей детских садов Владивостока переводят на новую систему оплаты труда. Перерасчет будет сделан с 1 января текущего года, сообщают представители профсоюза работников образования. Если прежде за 26-часовую нагрузку учитель высшей категории со стажем получал 26 тысяч рублей, то теперь около 40. Зарплату за февраль, рассчитанную по-новому, и перерасчет за январь педагоги получат уже в марте. Одним из главных итогов прошлого года для Приморья стало принятие единой системы оплаты труда для педагогов края, на которую несколько лет настаивали профлидеры Приморья и в разработке которой активно участвовали. В декабре появился приказ Департамента образования и науки, утвердивший новое положение по оплате труда с рекомендацией муниципалитетам перейти на принятую систему с 1 января 2019 года. Однако в Приморской столице этот процесс затянулся. Социальное напряжение в трудовых коллективах стало расти и грозило вылиться в коллективные действия, отметили в профсоюзе. Было решено обратиться к действующему градоначальнику Олегу Гуменюку с просьбой максимально быстро принять муниципально-правовые акты по новой системе оплаты труда с введением в действии с 1 января текущего года. Теперь профсоюзы намерены следить за тем, чтобы увеличилась не только гарантированная часть зарплаты, но и были сохранены стимулирующие выплаты, а также добиваться повышения зарплат для педагогов дополнительного образования. К другим темам. На русском острове на неопределенный срок закрыта ворошиловская батарея, сообщает ресурс ВЛРУ. Музей взяли под охрану и закрыли на неопределенный срок. Причина – передача мемориального комплекса из введения военно-исторического музея Тихоокеанского флота парку «Патриот». Краеведы и историки встревожены, что пауза в эксплуатации обернется колоссальным ущербом для объекта культурного наследия федерального значения. Музей закрыт для посетителей с 4 февраля и находится под военизированной охраной до завершения процедуры оформления необходимой документации. Известный в Приморье краевед Владимир Калинин отмечает, что если даже на неделю музейную экспозицию отключить от отопления, то ничего хорошего не будет. Все, что внутри, начнет переходить в негодное состояние. Также могут начаться новые попытки разграбления. По словам краеведа, вандалы уже не раз пытались разграбить объект, заходя на территорию в поисках бронзовых и медных деталей. Последние попытки были пресечены летом прошлого года. Историк сильно встревожен из-за этого решения, так как уверен, что длительное отсутствие на мемориальном музейном комплексе обслуживающего персонала, основа, которая состоит из людей, ранее служивших на Ворошиловке, приведет объект в упадок. Заведующий военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлев сроки возобновления работы музея назвать затруднился. Ценности и артефакты, которые были спрятаны на территории Приморья в различные периоды XX века, выставляются в музее Арсеньева. На выставке «Клады, сокрытые во времени» представлены не только ценные монеты и драгоценности, но и предметы, за которыми стоит история человека, семьи и всей страны. Катерина Матвеева расскажет подробнее. Нагрудники, вышитые сотнями серебряных монет царской чеканки императрицы Екатерины II. Такое сокровище в полном смысле этого слова было найдено в сарае одного из домов в городе Пратизанске. Позже выяснилось, что найденные предметы – чувашские национальные женские украшения. Как они попали в Приморье – неизвестно. За многими экспонатами выставки под названием «Клады, сокрытые во времени» стоит тайна, неразгаданная до сих пор. Большинство кладов, которые у нас здесь представлены на выставке, это связано со смутными временами, периода гражданской войны, революции, репрессий 30-х годов, раскулачивания, коллективизации. Именно в эти смутные времена были спрятаны большинство кладов, которые представлены у нас на выставке, и уже выходили на поверхность, как-то их находили уже в 50-е, 60-е, 70-е годы. И именно в этот период времени, уже ближе к концу 20-го века, они попали к нам в музей. Клады находили в подоконниках, стенах, на чердаках. Но есть и более интересные места. Этой находке предшествовала детективная история. В 1986 году мальчишки в посёлке Мысовой Шкотовского района нашли на берегу моря бутылку с запиской следующего содержания. Мы, штабс-капитан 2-го драгунского полка Савицкий, ротмистер того же полка, преследуемый красными бандитами, схоронили полковую кассу в сумме 24 762 рублей. В данный момент находимся в окружении. Просим патриотов Отечества, нашедших сокровища, передать их в фонд Великого освободительного движения. Ниже следовали координаты, где захоронен клад. Искали всем посёлкам, но обнаружить так ничего и не удалось. Исследователи заявили, что записка – шутка. Однако через некоторое время рабочие, копая траншею на склоне той самой горы, координаты которой указывались записки, нашли бутылку с монетами. Был это тот самый клад или другой – по сей день неизвестно. Основные находки – это период 70-80-е годы. Но есть и более поздние поступления. Вот вошли в моду пластиковые окна. Стали удалять надёжные подоконники, потому что их содержать труднее, чем пластиковые. Те просто меняются и всё. Вот. И когда меняли раму, нашли под подоконником записку. Записка уникальная. Вот если вам передать, что она написана была Михаилом Константиновичем Дитерихсом. Человеком, который назначен был Колчаком для того, чтобы возглавить комиссию по обнаружению останков царской семьи. И Михаил Константинович пишет, что я занимаю 10 тысяч рублей для проведения таких-то работ. Всего на выставке представлено более полутора тысяч предметов, большинство из которых – монеты. Есть вещи, с которыми человек был не в силах расстаться навсегда. Но и держать их на виду было небезопасно. В годы репрессий, например, не стоило показывать фотографии, на которых были подвергшиеся преследованию родственники. Также часто приходилось спрятать предметы религиозного характера и многое другое. Как отмечают историки, материальная ценность таких кладов – не самое главное. Важнее другое. В этих тайниках сохранено прошлое, другая эпоха, а зачастую и трагедия человеческой судьбы. Катерина Матвеева, Игорь Волтов. Новости на Восьмом. Мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже и шокировало пользователей интернета. Сегодня расскажем и покажем про первый в истории кинопоказ «В гробах», путешествие на одном дыхании, новый флешмоб «Дубак челлендж», а также как заработать пожизненный зачет за костюм кота. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике в ТОП-5. В Швеции прошел первый в истории кинопоказ «В гробах». Кинокритиков и гостей запирали в специально оборудованных саркофагах на пару часов для просмотра шведской фантастики «Аниара». Показ начался со слов «Лежать в гробу будет безопасно, не надо ни о чем переживать, нужно прямо сейчас обратить внимание на мир вокруг, ведь он так прекрасен, а мы обычно не замечаем его каждодневной красоты». Все участники эксперимента остались в полном восторге, лежать в гробу понравилось всем, никто не сбежал, а некоторые чуть не уснули, значит, было достаточно уютно. Французский фридайвер Гиом Нерри снял короткометражку про подводный мир «Вокруг света на одном дыхании» и получилось не хуже, чем у BBC. В кадрах, помимо подводных красот, сам Нерри – чемпион мира, многократный рекордсмен по экстремальным погружениям. С камерой в руках его супруга, чемпионка Франции, Жюли Готье. Весь фильм она сняла, применяя как и герой ролика технику апноэ – задержки дыхания. Отсюда и название проекта – выглядит и звучит крайне впечатляюще. В Сибири набирает популярность флешмоб «Дубак Челлендж». Идея простая – участники разбрызгивают кипяток на морозе и делают фотографии или видео. Результаты впечатляют. Студент Уральского государственного архитектурного университета пришел на пару в костюме кота, потому что преподавательница очень любит кошек. Ролик был снят еще летом 2018 года, но стал популярным только в феврале 2019-го. Реакцию преподавательницы сняли на видео. Она очень обрадовалась и пообещала студенту пожизненную сдачу зачетов по предмету. Придайвер Петр Капноу из Чехии проплыл подо льдом озера Миланда. Петр преодолел расстояние более 10 метров между двумя специально сделанными прорубями. При этом дайвер погружался без специального костюма в одних плавках. Видео получилось особенно зрелищным благодаря абсолютно прозрачному льду озера. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломеснов, новости на восьмом. Далее о спорте. Юные пловцы со всего Приморья соревнуются во Владивостоке. В бассейне спорткомплекса «Олимпийц» стартовало краевое первенство, на котором спортсмены отбираются на дальневосточные и всероссийские состязания. Всего на одной воде в течение трех дней встретятся более 150 пловцов. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Первенство края по плаванию традиционно становится этакой первой ступенью на пути к всероссийским стартам. 50-метровый бассейн спорткомплекса «Олимпийц» в этот раз собрал юных участников со всего Приморья, которые соревнуются за возможность представлять лицо своего региона и даже округа. Участвуют более 150 человек. Из семи муниципальных образований Приморского края 16 клубов. То есть сильнейшие пловцы, которые борются на попадание на первенство России и в команду, которая будет представлять Приморский край на зональном отборе на Спартакеаде учащихся России. Соревнования здесь личные. Ребята хоть и представляют целые клубы и команды с различных уголков края, однако борются только за себя. Свои силы показывают традиционно на нескольких дистанциях. От 50-метровых до заплывов длиной в полтора километра. Короткие скоростные старты самые популярные. Саша Осипченко, например, один из лидеров на местной короткой воде. Владивостокский спортсмен полон уверенности в том, что сможет выйти на Россию. Я занимаюсь с пяти лет. Пошел из-за того, что были проблемы со спиной. Три года плавал на оздоровительное плавание. Потом понял, что есть успехи, что-то получается. Ну и пошел уже в спортивную секцию. Ну как бы я больше ориентируюсь не на шансы занять какую-то медаль, но больше на время. В своих силах уверенные гости из Арсеньева. Это один из серьезных конкурентов тех же Владивостокцев. Наставник команды Владимир Владимирович внимательно следит за своими ребятами, постоянно подгоняет их и, очевидно, переживает. Однако даже не задумывается о том, чтобы уезжать отсюда без побед. Есть ряд хороших ребят, способных. Парни и девушки, которых мы посмотрим здесь. И я думаю, человека четыре мы в сборную команду выставим от города Арсеньева. Даже пять может. Лучшие пловцы по итогам краевого первенства уже в марте сойдутся в этой воде вновь. Им придется решить, кто поедет на чемпионаты первенства России, а кто отправится на спартакиаду учащихся. В целом же местных спортсменов впереди ждет еще немало стартов, на которых можно будет успеть заявить о себе. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. 220 образовательных учреждений Владивостока проверят на соблюдение всех требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяют эвакуационным путям, запасным выходам, первичным средством пожаротушения. Доработать механизм приобретения жилья для детей-сирот, среди которых своих квартир ожидают около 7,5 тысяч человек, поручил глава региона. В бюджете Приморья на эти цели заложено около миллиарда рублей. Приморские ученые провели в честь Дня науки специальные экскурсии по институтам для школьников края. Такая инициатива получила название День открытых лабораторий. Учителей школ и воспитателей детских садов Владивостока переводят на новую систему оплаты труда. Зарплату за февраль, рассчитанную по-новому, и перерасчет за январь педагоги получат уже в марте. На Русском острове на неопределенный срок закрыта Ворошиловская батарея. Краеведы и историки встревожены, что пауза в эксплуатации обернется колоссальным ущербом для объекта культурного наследия федерального значения. На выставке «Клады, сокрытые во времени» в Музее Арсеньева представлены ценности и артефакты, которые были спрятаны на территории Приморья в различные периоды XX века. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницу 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. 8 февраля 1929 года, 90 лет назад, в русском языке появилось слово «вертолет». Так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение. Первый советский вертолет назывался «красный инженер». К слову, на юге России в эти дни проходили масштабные учения, в которых было задействовано 15 вертолетов. Среди них и знаменитый Ка-52 «Аллигатор», который собирают в Приморье на заводе «Прогресс». На мощь современных боевых ударных вертолетов смотрим все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на восьмом.